Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Смотрите, ещё больше снега насыпало. Тёма, ты первый раз в этом году уже? Да. Ну что, ребят, сегодня один из редких случаев, когда я ещё землянку не открывал. А уже начал снимать видео. Ой, двери поломались чуть-чуть, надо будет поремонтировать. Ты же уже давненько тут не был, смотри. Двухъярусная кровать наша. Ох, как она пахнет деревом. Надо будет малость её укрепить, возможно, я сейчас займусь тем, что покрашу её, а к вечеру она уже, наверное, я думаю, выветрится, да, малость? Сегодня, ребята, будем делать 24 часа. Ну, пока будем 24 часа делать, надо что-то всё-таки облагородить как-то, потому что ещё много чего тут не хватает. Внутри нужно сделать столик, потому что, ну, нужно зачем-то сидеть, на чём-то сидеть уже есть, хотя потом ещё можно будет и стульчики сделать. Тёма вообще, короче, бессмертный. Он тут 24 часа свои снимал. И, короче, он только закончил, я пришёл, мы с ним пересеклись, и сейчас будет со мной 24 часа снимать. Я сутки провёл в долбанном чернобыльском лесу сам. Сам, я замёрз как-то. Ты в лесу спал или в доме каком-то? В домике. Там сарачик такой. У меня 24 часа, у Тёмы 48. Так, я думаю, надо нам расчистить окна. Вон сейчас какие-то штафеты ещё выберу. Сделаю, ребята, стол. И разжигать можно печку, пускай просохнет немножко наша земляночка. Наберётся тепла, чтобы к вечеру она уже прогрелась, чтобы нам здесь было круто спать. Вот эти кровати двухъярусные испытаем. Кто не видел, там ссылочка где-то в описании будет. Можете перейти посмотреть. Виталик Игнатюк мне приходил, помогал вот эту кровать делать. Ну что, Тёма, попьём чайку и приступаем? Я только за. Я вообще хочу спать, я ещё не спидел. Ну ты же собирался нам что-то коптить. Тёма, короче, смотрите, ребята, он рассказывал. Ты сало или что, почерёвку взял какую-то? Я взял почерёвку, взял птичку, и сегодня мы попытаемся дымоход от землянки превратить в коптильню. Блин, птичку жалко, а он коптить её собрался. Короче, он как-то собрался вот этот дымоход превратить в коптильню, и будет у нас сегодня на вечер вкусная-вкусная почуровочка. Ну, надеюсь, что что-то вкусное получится. Так, ну что, давай чайку попьём, растапливаем печку, чтобы прогревалась, и приступаем к работе. Ребята, скоро состоится UFC 257. А что это значит? А значит, это то, что Конор Макгрегор возвращается. Когда-то самый лучший и самый известный боец ММА набирает форму. А драться он будет с Жастином Парье. Если не ошибаюсь, кстати, несколько лет назад они уже встречались в октагоне, и тогда Конор вроде победил как. Сможет ли он сейчас? Мои друзья из OneX делают на это событие и на многие другие самые лучшие кэфы. У них самая быстрая регистрация, самые быстрые выплаты и самая низкая маржа среди других БК. А для новых игроков, которые введут при регистрации промокод TRACER20, они могут получить до 6500 на свой счёт. Вся подробная и полезная информация, ребята, будет в закреплённом комментарии. Ой, как красиво, смотрите, всё такое снежком покрыто ещё больше, чем в прошлый раз, когда мы с Виталиком были. Сейчас отправляюсь за дровами. Кстати, кто-то не закрыл дровник. Наверное, это был интересный эффикус. Они у себя в видосе очень сильно радовались, когда нашли, что здесь дрова есть, и думали, что я даже не знаю об этом. Так, берём, да, дрова сухие, ну, конечно, не суперсухие, но лучше, чем мы сейчас в лесу найдём. Сейчас наносим немножко дров и начинаем её уже топить с самого начала, для того, чтобы к вечеру там уже было тепло-тепло-тепло. Ну и заодно немножко сырость выгонит, потому что, как ни крути, всё-таки земля там, оно никак не изолировано для того, чтобы парника там не было. Я думал, кстати, когда-то клеёнкой обтянуть стены, но не обтянул, потому что реально парник бы был. Ну и получается, что сырости много, по сути, капитально топилось только один раз. Сейчас вот будем опять целый день топить. Так, так, так. Всё, ребята, принёс я уже дровишки в землянку. Топор тупой, капец. Ну, дрова сухие, видите, как колятся очень хорошо. Секрет любого костра, я уже говорил, Алды, наверное, знают, это то, как, ну, секрет разжигания костра, это то, как вы подготовите всё к костру. Вот чем больше вы сухих и тонких щепок заготовите, ну и так по нарастанию потолще, 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 тем быстрее у вас получится разжечь костёр. И, в принципе, я показывал уже не один раз, как с одной спички, без бумаги, без ничего, налегке разжигать можно костёр. Но сегодня мы это делать не будем, потому что у нас есть вот газовый баллон и где-то ещё вот этот газовый резак такой был. Мы сейчас просто возьмём и распалим всё. Всё, в принципе, я пару щепок наколол, думаю, для начала, ребята, хватит. Но Артём только что спускался, говорил, что, типа, погоди, разжигать, ему нужно сперва собрать коптильную установить, а потом уже только можно будет разжигать. Сказал, много времени это не займёт. Ну что ж, пойдёмте давайте наверх, посмотрим, что он там уже начал строить. Кстати, вы, наверное, уже заметили, что я был в куртке, и тут хопа такой разделся. Где Артём? Артём! Бегу! А, вон там уже где-то. Всё потому, что у меня флиска от компании МТАК. В ней мне очень тепло. Ну, конечно, долго на улице я не советую в такой находиться, но в землянке реально, хоть там ещё не протоплено, там реально уже очень-очень тепло. Спасибо большое компания МТАК, с которой я уже сотрудничаю около года. Это украинский бренд, который делает милитари-одежду, одежду для туризма, отдыха и так далее. Очень качественную ребята делают одежду за разумные деньги. Ссылочки, ребята, на все мои товары, которые мне компания МТАК подарила, будут в описании, и можете выбирать себе что-то на зиму. Я, в принципе, сегодня, кроме штанов, весь полностью в МТАКе. Так, Тёма, что там? Давай по коптилке. Давай, начинай что-то, потому что я уже хочу разжигать, мне чешутся вот эти руки мои, чтобы что-то поджечь. А ты стоишь, ничего не делаешь, руки в карманы сложил. Вот всегда он не даёт мне поговорить. Спасибо, МТАК, за шапочку, тёплая штука. Сюда прикрутим каких-то четыре палки наверх. Мы их замотаем стретч-плёнкой, и уже вовнутрь будем завешивать то, что будем коптить. А дым у нас может выходить? Нормально всё будет? Скоро узнаем, но угорим. Просто, чтобы оно не коптило туда вниз нам. Я хотел сначала завесить сюда, но видишь, она очень узкая. Поэтому мы сейчас это всё дело как-то расширим. Тихо, тихо. Как-то расширим, и будем делать коптильную. Не знаю, я думаю, у нас всё получится. Всё, приступай. Тёма первым делом взял пилу, тут кнопочку нажать надо, чтобы открыть. Ё-моё, ну обезьяна, как ведёшь себя. Замата, блядь, ой, обезьяна. Капец, ребята, не успел взять пилу, поломал уже. Надо было просто не тянуть, а изначально кнопку нажать. Вот, всё, теперь она уже заклинила. Всё, теперь смотри, я вот, теперь вот так, видишь, нажимаешь, открываешь. Всё, иди пили. Кстати, кто где спать сегодня будет? Я снизу. Я очкую спать сверху, потому что может быть угарный газ, и неохота задыхаться. Меня дети не поймут, если я домой не приеду. Слушай, ну меня тоже дети, наверное, не поймут, если я домой не приеду. У меня двое у тебя есть. Я думаю, всё хорошо будет. Я, конечно, не суперстроитель, ребят, но мне кажется, печка нас не подведёт. А сверху будет больше скапливаться тёплый воздух, я думаю, что мне даже теплее будет. Поэтому, честно говоря, я даже хотел сверху спать, и я буду сверху спать. Это как в детстве, знаете, всегда в детстве хочется спать на верхней полке поезда. А потом, когда взрослеешь, понимаешь, что снизу, конечно, всё-таки поприкольнее и поудобнее будет. Я вам расскажу, почему Сера будет спать сверху, из-за того, что там теплее. Он забыл взять спальник с собой. Ну ничего, в хате я возьму себе какое-то одеяло, всё будет, чики-бомбони. Всё, давай, давай, приступай, а то мы что-то болтаем, болтаем, ничего не делаем. Это из серии «Мы строили, строили и, наконец, построили». Так, давай покажем, что мы тут, короче, нарезали. Вернее, Артём нарезал, я помог ему нести. Каких-то веток нарезал, сейчас будет что-то готовить. Сейчас мы их немножко оккультурим и будем как-то... Короче, я ещё не совсем понимаю, ребята, как будет выглядеть эта конструкция. Но я надеюсь, что у нас сегодня не будет сырой почаровки, я надеюсь, что она закоптится. Смотри, Штём, а её сырую, если что, можно кушать? Серьёзно, да, она промариновалась, обалденно, там куча специи, плюс просолилась и будет ништяк. Сейчас её приморозить, сейчас так и мороз на улице, можно приморозить и сделать такое себе подобие струганины. Я, короче, знаю, что у нас бумага есть, так что мы не пропадём, если что. Но я надеюсь, что что-то получится. Так, давайте, наверное, немножко окна нам надо вот так прочистить. Всё-таки, да, хорошие были ваши комментарии, идеи, ребята, по землянке, что здесь нужно такие эти ставни, или как оно правильно называется, сделать, чтобы вот не заниматься зимой. Ай, саморез поцарапал руку. Надо было пооткусывать эти саморезы тут. Так, идёмте ещё с той стороны, почистим окна. Вижу, у Артёма это будет очень долгая история, ребята, я решил всё-таки разжечь как можно раньше, для того, чтобы, ну, как можно больше прогрелась земляночка. Показываю вам секрет правильного костра. Берём такие тонкие сухие щепки, ложим их сюда. Ну и обязательно нам нужна вот такая вот штука. Хотя можно одной спичкой, но так удобнее. Ну что, ребята, одна-две минуты буквально, и всё готово, всё горит уже, смотрите. Опа, закрываем дверку. Сегодня, кстати, видите, работ много у меня никаких нету. Возможно, вот это всё как-то, видите, оно так некрасиво, заляпано всё. Возможно, как-то надо поочищать это, пока оно ещё не стало горячим, чтобы было как-то красивее. В прошлый раз с Виталиком Игнутюком на вот этих досках мы сделали себе столик. А сегодня я решил, что с этих досок можно сделать настоящий столик. Наверное, он для столика будет узкий и длинным. Мы его сделаем чуть-чуть шире и чуть-чуть покороче. В общем, сейчас ещё выберем одну штафетину, обметём её, наверное, вот эту давайте возьмём. И заносим это всё в земляночку, потому что в землянке, ребята, работать намного теплее. Хотя она ещё вообще не прогрелась, но там реально теплее. Смотрите, как она мерзала, ужас. Надо будет, кстати, перед сном в землянке убраться, потому что вот каждый раз что-то мастерим. Тут в прошлый раз кровать мастерил, или сейчас будет стол, и скапливается мусор. Вот это, конечно, всё растает и под пол уйдёт. Отчего сырости в землянке будет, наверное, только больше. Что, ты закончил? Нет, ещё немного. Когда можно будет показать, что ты там сделал? Ча ещё немного. Я, кстати, выходил на улицу, смотрел, что Тёма делает. Но пока что вам не буду показывать, пока не готова. Знаете, ребята, бывает холодное копчение, бывает горячее копчение, а бывает колхозное копчение. Это сегодня наш случай, я вам попозже всё покажу. Собрал их все, ребята, в кучу, и сейчас попытаюсь, насколько это получится, ровненько это всё дело торцануть. Чтобы у нас торцы стола были, ну, хоть примерно под прямым углом. Так, ну что, ребята, примерно такой будет столик, только, конечно, поровнее, чем я это всё сложил. Надо будет ещё там правильный порядок у них выбрать, чтобы они лежали красиво, чтобы щелей вот этих максимально не было. Не надо будет какой-то вид столику придать, поэтому, я думаю, надо будет его обжечь. Но прежде чем обжечь, я сейчас, наверное, упру вот эти доски об печку. Она ещё, кстати, не нагрелась, но, по идее, скоро уже, скоро нагреется. Кстати, да, уже не мешало подкинуть, а то уже всё, что я туда набросал, в прошлый раз перегорело. Короче, сейчас прогреется печка. Я упру их под печку, они подсохнут. Вот, а потом я их, наверное, обожгу, так как у меня вот целый баллон полностью новой газа есть. Потому что сейчас не вижу смысла обжигать, видите, тут реально вода, можно сказать, на них. Сейчас просто буду выпоровывать эту воду. Очень много времени, сил и газа потрачу на это. Ну, а потом уже обжигаться они будут. Короче, поэтому лучше пусть тут просохнут, а мы потом сделаем. А тем временем давайте пойдём к Тёме, посмотрим, что он там настроил. Как-то вот я смотрю, не знаю, или вам, ребята, видно, но дымок пока что идёт мимо кассы. Артём, это так уже в конечном виде оно будет, или ещё что-то будет изменяться? Нет, мы ещё эту всю штуку запилинаем плёнкой, как всё. А ты уверен, что это сырым можно есть? Это нет, вот это можно. Ага, вот это, то есть. Оно промариновалось обалденно, там куча специй, плюс просолилось. То есть бумага нам сегодня не пригодится? Пригодится. Очень радует такой ответ. Смотрите, ребята, какая тяга. Тёма говорит, что это всё сейчас замотается плёнкой, но мне кажется, что это всё надо было ниже расположить. Чё ты так высоко прицепил это всё? Будет нормально, я хотел ещё выше сделать, для того, чтобы получить максимально холодное копчение, но мне больше нравится. У нас хватит до вечера времени, чтобы оно прокоптилось? Если не прокоптится... Может, пока не поздно, давай ниже опустим. Нет. Ты уверен? Если что, в расход бумаг. Сверху мне кричит, что плёнка не выдерживает температуру. Что, уже плавится? Ну, одна только дырочка, две. Короче, печаль бы, да, но если шёл угли и шашлык, никто не отменял. Нет, поддувало, если закрыть поддувало, чтобы не так шуровало горячим воздухом, будет нормально. Мне уже подписчики под прошлым видосом писали, попробуй хоть раз поехать в землянку и не пожарить шашлык. Кстати, не то, чтобы я так люблю шашлык, просто так получается. В прошлый раз я без шашлыка шёл сюда, тоже была инициатива Игнатьюка. Он, короче, пришёл ко мне в гости, чтобы не с пустыми руками приходить, знаете, то он шашлык и тортик принёс. Пока я там укреплял кровать, потому что были моменты, которые мне не нравились. Не, стоила, она, конечно, надёжна, но там, короче, были нюансы, неважно. Артём сказал, что, видите, всё плавится. И эту не есть хорошо, хлопцы и девчата. И что мы делать будем? Смотри, уже капает с него. Оп. Температура очень высокая, я хотел попрохладнее копчение. Короче, мы сейчас это всё снимаем, закидываем замоченную ольху, а почерёвку мы повесим прямо в трубу. Слушай, у меня остатки фольги, не фольги, а этой, как называется, ну, для запекания ещё. Фольга, да, кстати, фольга. Фольга строительная у меня есть. Не, не, она нужно прокоптить. Строительная? Не, мы фольгу возьмём это всё, понял? Мы сейчас фольгой обернём. Вот, слушай, ништяк. Вот это у меня только что и мысля пришла. А то вот эти плёнки, они плавятся, вот эту пластмассу потом есть. Скажу, стой, не спеши снимать. Я сейчас посмотрю, или она ещё есть тут. Вот такая, ребята, фольга где-то у меня ещё была. Надо только поискать, где она. Либо здесь, либо в доме, но в доме вроде я ничего уже не храню. В доме я тоже не нашёл фольги. В землянке тоже фольги нету. Мясо вон висит, и надо его как-то спасать. Тёма, я думаю, мы можем из-за печки забрать вот эту фольгу, понял? Потому что, честно, мне кажется, она там не очень нужна. И она там только портит вид. Я сегодня, кстати, её немножко поджмякал в сторонку, чтобы она вот, потому что она пол этой стенки закрывала. Я предлагаю снять её. Мне кажется, ничего страшного вообще не случится. Я где-то в роликах говорил, что Серый немножко рукожопа сложил печку. Забираю слова обратно. Там жар шурует, капец. Сейчас, видите, всё-таки может с меня строитель быть. Но это не точно. Я просто когда печку строил, я же говорил, что я её не придумал. Я её в интернете нашёл. Я смотрел ролик, там чувак... Ну, я вообще много роликов про печки посмотрел. Там выбрал среди всех, чтобы видел именно эту. Ну, не знаю, мне это понравилось. И, короче, была у мужика одного, у деда печка. Она стояла просто кирпичами на досках. Доски не загорелись, хотя иногда бывает такое, что возгораются. Они просто почернели, знаете, там подгорели малость. Ну, пожара не было. А у меня вообще не соприкасается. Поэтому, я думаю, ничего страшного не будет. Зато мы хотя бы сегодня закоптим нашу почировочку. Где, где, где? Я уже думал, ты наматуешь. Всё, ребята, вот так обернули. И теперь намертво прихреначить скотчем нужно. Вообще надо было проволоку взять. И можно было даже пищевой фольги вот такой купить. Всё это красивенько замотать. И потом проволочкой зафиксировать. Потому что скотч, ну, я думаю, не поплавится. Мне как раз зрители писали, что дымоход очень видно сдалека. Прячь дымоход. Теперь вот, смотрите. Его теперь вообще не то, что видно. Его ого-го, как видно. Принимай. Давай. Ну, я вам скажу, ребят, что мы тут ни от кого не прячемся. Потому что данная территория, она не охраняется. Это, как знаете, есть такой город Полеское. И через него можно, например, транзитом проезжать. Но там есть КПП. И, то есть, останавливаться там нельзя. Вот здесь раньше было так само. В 17-м году КПП сняли. И, в принципе, оно не охраняется. Оно никому нафиг не нужно. Я уже настолько привык, ребята, здесь, когда нахожусь, что-то делать. Что вот сейчас сел просто, сложил руки. Смотрю, как красиво горит там огонек в печке. И как-то мне не по себе. Не привык, что ничего не делаю. Смотрю, короче, на эти доски. Они стояли вот тут. Ждал-ждал, когда они просохнут. Ну, реально скучно. Решил сейчас собрать, наверное, нужный этот щит. Попытался вот эту обжечь. Ну, с нее просто течет вода. Короче, ладно, просохнут. Потом обожгу. А сейчас хотя бы скручу щит. Там пойду выпилю какие-то ножки. Поставлю столик, а потом к тому времени, может быть, уже эти доски немножко просохнут. И я тогда их обожгу. Потому что реально без дела как-то сидеть, ну, вообще ни комильфо непривычно. Нашел тут в землянке прям вот такую вот балку. У меня там склад говна и палок, можно сказать, под лестницей. Находится сейчас. Одну вот так прикрутим. Отпилим лишнее. И с другой стороны так же самое. В принципе, щит будет готов. И можно будет уже идти искать какие-то ножки. Мешал об Артема, наверное, позвать ребята. Но, наверное, Артема звать не буду. Давайте перенесем это все дело на пол. И на полу красивенько скрутим. Как-то вот так будет мой стол выглядеть. Ну, супер ровно не получилось торцануть. Ну, давайте хоть кое-как. Опа! Подровняем. Берем шуруповерт. И начинаем закручивать. Один есть. Давайте еще крайнюю, чтобы они уже между собой не разъезжались. Чтобы щелей не было. Подложили кирпичик. На стол ногами нельзя, конечно, вставать. Но это еще не совсем стол. И остатки отрезаем. Получилось немножко со щелями. Но уже особо вот эти доски нечего выбирать. Такая вот была порезка. В принципе, оно идеально ровно. Наверное, сложно порезать целую партию. Поэтому нет возможности выбрать ровных. Давайте поставим его сейчас под печку. Пускай сохнет. А я тем временем пойду выпилю ножки. Скорее всего, даже пилить их не надо будет. У меня уже есть заготовки. Я сейчас думаю, что они пойдут идеально на ножки для столика. В прошлый раз я на стойке для вот эти столбы, стояки для кровати, пилил вот такие вот березовые бревна. В принципе, Виталик сказал, что они тонкие. Мне показалось, что они наоборот толстые. Короче, я подумал, положил их. Пригодятся для столика. Думаю, сейчас как раз шикарные ножки такие получатся. И пошли. А вон там, смотрите, коптится наше мяско. Давайте подойду, покажу вам эти звуки. Послушайте просто. Жирок капает с мяса. Вот такую тряпку какую-то кинули наверх. Артем сказал, надо, чтобы дым подольше задерживался. Ну все, идемте в землянку. Там все-таки теплее, чем на улице. Первое бревно. Опа. И второе бревно. И закрываем земляночку, ребята, чтобы не выходило тепло. Все-таки в теплоте работать лучше, чем на улице. Все, ребята, первую ножку выпилил. Вот такая высота будет. Я думаю, что как раз, вот смотрите, сидишь тут такой на кровати, стол. Ну, может, малость высоковатый будет. Ну, в принципе, то такое делается. Ножку всегда можно будет подрезать. Сейчас осталось еще три точно такие же. Желательно максимально точно в размер выпилить, потому что рулетки нет. Я вот эту сделал на глаз. Сейчас буду использовать как шаблон. Прикладывать, ну и остальные в такой же самый размер вырезать. Прикручиваю первую ножку. Артем куда-то убежал. Все меня вечно бросают. Приходят со мной, потом куда-то уходят, потом возвращаются. Сейчас бы была очень даже кстати его помощь. Ну, ничего, я думаю, сам справлюсь. Пару саморезиков в каждую ножку вгоню. И надеюсь, будет стоять. Вышло, знаете как, что доска вот эта такая хлипкая сверху. Ну, нельзя сказать, что она хлипкая, просто ножки очень массивные. Короче, легкая столешница и массивные-массивные ножки. Ну, ничего, думаю, нам в землянку пойдет. Как-то, ребята, незаметно я понял, что подкрадается темнота. И можно же сделать все куда посветлее. В общем, две ножки прикрученных. Сейчас надеюсь, что они не выломаются. Очень надеюсь, что они не выломаются. Прикрутим еще две. Другие две, я надеюсь, будет проще выкручивать. Вот интересно, где сбегает Артем. Сейчас очень была бы, кстати, его помощь. Так. Стол высокий получился. Очень высокий. Видите, я сел такой. Ну, ничего, если что, сейчас будем с Артемом снизу подпиливать немножко ножки. В основном везде в землянке я использую 35-ку. Ножки решил на 50-ку, чтобы как-то лучше держались, что ли. Хотя, наверное, по-хорошему было бы их не на саморезы, а взять какие-то другие, короче, крепежи, типа болтов, что-то. Даже очень высокий. Хотя, если вот так стоишь, все равно высокий. Короче, надо подпиливать ножки. Но прежде чем их подпиливать, их, наверное, нужно укрепить, потому что, видите, стол шатается немножко. Надо, короче, здесь, наверное, такую христовину кинуть здесь, и с той стороны, и по бокам. Сейчас пойду на улицу, какие-то веточки поищу для этого. Это стол укоротил. Тяжелый, блин, падло, получился. О! Так. Так. Двигаем. Садимся. Ну, что? Могу сказать, в принципе, для стола как раз нормальная высота. Видите, укрепил немножко. Пробовал укрепить какими-то веточками, но, короче, длины самореза даже 50-ки не совсем хватило, чтобы прикрутить такую веточку, чтобы она хоть что-то держала, поэтому взял такие доски. Короче, что, надо сейчас как-то этот стол вымыть, вычистить, и... Все равно мокрый. Рано еще обжигать, ну, попробую, если получится, обожгу. Появился Артем, я, наконец-то, с кибитки своей вылез. Ух ты, уже застыл. Это жир, да, получается, выкопал? Так. Я, на самом деле, хотел, чтобы получилось более холодное копчение, но... Горячая нам на руку, но 100% будет готовая, и сер тогда не будет менять, смотри, за то, что я что-то где-то не доготовил. Ну что, ребята, нельзя сказать, что прибрался, позаметал самую малость, так сказать, вещи по углам пораздвигал. Стол собран, стол стоит, стол надежный. Осталось только ему придать виду. Сейчас, короче, надо будет его как-то вытереть, попытаться обжечь. Может быть, обжечь этот раз не получится, пускай там вода с него выкопает. Потом другой раз обожгу. Ну, короче, попробуем и сегодня, и другой раз. Сейчас сидел-сидел только что, и нашел такой подгон от интересного эфикуса. Они еще на Новый год приходили с этими штучками. Я надеюсь, они, короче, еще не испортились. Сейчас затестим. Вот мы топим где-то 2-2,5 часа, и сейчас, смотрите, 22,6. В принципе, я вам скажу так, в такой температуре можно уже спать. Тёба думал, что у нас будет холодное копчение, и почаровка будет готовиться очень долго, и взял нам перекус. И, ну, короче, почаровка, походу, быстро приготовится. Что перекусу теперь пропадать, что ли? Он, короче, пошел готовить. Кстати, смотри, что я с Нового года нашел. Фу, ништяк. Я надеюсь, оно еще не испортилось. Это можно съесть. Я сладко не люблю. Насчет перекуса. У меня же, ну, с этой ночевки долбанной в лесу, у меня остался еще тоже перекус. Я там делал рулетики, и, получается, я перестарался и сделал их очень много. Поэтому мы сейчас поджарим птичку, и сверху еще на птичку кинем рулетики с обалденной сливочной начинкой. Сейчас, Артем, не восприми за критику, но когда ты говоришь на курицу птица, я не знаю, у меня что-то, короче, внутри аж делается. Я понимаю, что у тебя такая привычка, но, честно, вот он постоянно говорит на курицу птица, 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 и мне что-то аж делается внутри. Или, эээ, не знаю. Точно не будешь елочку хавать? Интересный фикус обидится. Все, я пошел греться, потому что тут, честно, прохладненько малость. Это еще не основное наше блюдо, но, я так понимаю, оно уже тоже не за горами, да? Да, еще часик и будет готово. Еще часик и будет готово, но пока что перекус. Блинчики у Артема остались с его выживания. Кстати, ссылка на то, как он выживал. Ты же в Чернобыле был или где? Мало того, что в Чернобыле, в лесу сам 24 часа. Короче, ссылка, ребята, будет в описании. Спасибо, Теме, за перекус. Ты так выживал, что у него еще блинчики остались. И ножки ты только что, да, готовил? Да. Вот это пока мне нужна была помощь, ты ножки готовил. Ладно, это не страшно, зато сейчас вкусно похаваем. Снимаем пробу. Блинчик вкусный. А ты блюдо сейчас показывал, да, как ты их готовил? Да? Да. А, ну все, шикарно. Короче, все, ребята, кушаем. И пойдем сейчас, наверное, париться в баньку, которую сделал нам интересный фикус. Наступил тот момент, когда мы будем смотреть, что же тут получилось. На улице уже темно, так что можно вырвать глаз просто или выколоть. Как правильно говорится, вырвать или выколоть глаз? Выколоть. Выколоть глаз. Да, вообще можно. Ну что, вскрывай. Опа. Напишите, пока Артем вскрывает, ребята, в комменты получилось ли у нас что-то. Но там, в принципе, было тепло. Я думаю, что что-то должно получиться. Смотрите, сколько жира вытекло. На самом деле, это первая стадия, потому что нам еще эту штуку нужно будет ополоснуть и поставить для того, чтобы она слегка обветрилась. Ну, она пока будет обветриваться, мы можем в баньку сходить. Тоже вариант. Там принесем себе подушки, матрасы. Ну, не матрасы эти, одеяло. Не в баньку. Ну, не в баньку, в землянку, само собой. Так, ну тут я вижу, дерево закоптилось-то точно. Ох ты шоу, дымоход прям. Зато прокоптилось. Ууу. Так. Смотрите, еще шкварчит. Это готово. Я не спешу поднимать, потому что уже нет смысла. Чего? Это готово. Вот это вот сверху, это не гарь, это специи дым. То есть копчености всегда ополаскиваются, они классные стоят. Вот это сто пудов закоптилось. То, что подгоревшее, это специи дым. То есть оно обмывается и ставится где-то на... Ну, и то, что обваленное тоже, короче, да, оно обмывается. Ну и хрен с ним, сейчас помоем. Я думаю, да. Главное, чтобы оно теплое было, как говорится. Теплое грязным не бывает. Ну, или как-то так примерно. Идем искать баню. Ребята строили, хотели мне сюрприз сделать. Но по итогу так построили, что я в темноте сейчас даже не могу уже найти, где. Я, конечно, примерно знаю, где. А, вон. Вижу, пленка уже блестит. Я у себя в ролике не показывал тогда, что ребята мне баню построили. Но кто смотрел ролик интересного Эпикуса, те уже видели, в принципе, баню. Как мы с Серегой там парились. А Артем, походу, не видел. Нет, еще. Все. Идем. Сейчас покажу. Кстати, ребята, пока сюда дошли, честно говоря, уже настолько прохладно становится, что как-то лень хоботиться становится уже с этой баней. Потому что в земляночке у нас тепло. А сейчас, как подумаю, сюда надо натаскать дров. Разжечь. Топить. Ждать, когда она прогреется. Это надо было, наверное, начинать топить ее еще. Что это? Потолок упал. Потолок упал. Ну, ничего. Мы это можем поремонтировать. Смотри, потолок упал. Короче, баня как-то попарились. Ну, не сегодня уже, короче, будем потолок ремонтировать. Потому что сегодня париться не будем. Просто, наверное, Артем, покажу тебе баню. Можешь посмотреть. Вот такая вот баня. Ну, конечно, можно было и лучше сделать. Но пацаны на скорую руку сделали. Но я тебе скажу, все равно, знаешь, баня работает как баня. Ну, не стоит ожидать от нее, знаете, как от какой-то бани, какая у вас может быть дома. Короче, ладно, пошли в землянку. Тут что-то на вечер-то холодно стало уже. Ужас. Так, ребята, мы вернулись в земляночку. Вот наша почировочка. Мистическим образом куда-то один кусочек делался. Ну, я думаю, нам хватит. Потому что мы реально, ну сколько, час еще не прошел, да, как мы ели? Да, да, где-то около этого. Хотели попариться, вышло так, что придется опять кушать. Смотри, по поводу цвета, видишь, обалденный золотистый цвет. Так как надо. Истрый дымок, если к нам. Да, еще немножко дымок идет. Вообще, дать отстояться. Ну, блин, нам нечем заняться. Не попарились, поэтому будем кушать. Знаешь, вот не хватает. Вот я так смотрю, я еще на вкус не пробовал. Вот не хватает пару по 50, короче, в баньку и спать. Ну, жалко, что банька не готова. Не сыпь мне сольный рано, а. А то и 50 не взяли, и баня обломалась. Ну, ничего, хоть почаровочки поедим. Ой, как аппетитно выглядит. Можно я кусочек попробую? Давай. Песня. Как раз мне нравится, когда эти самые малость постенькая. Потому что мы с Тёмой как-то ездили на рыбалку. Ребрышки приготовил. Они настолько жирные были, что просто кусочек съедаешь, и уже все, не можешь. Вот сейчас просто песня. Эти, ставлю лайк. Ну, что, едим. Ложимся спать, наверное. Да? Ты сегодня сверху? Да, я сверху, я себе уже, ребята, смотрите, принес одеяло, застелил такой пледик. Спальник не взял, но есть подушечка зато. Ну, ничего, я думаю, что тепло будет. Я, кстати, градусник вынес на улицу. Сейчас пусть побудет пару минут на улице, замеряем, какая температура перед сном. Потому что реально любопытно. На улицу вышел, дубарь такой. А здесь вот реально без курточки ходишь. Потому что на улице очень холодно, а здесь тепло. И стало любопытно, какая же на улице температура. Ну, и плюс как-то оправдать надо, зачем я все-таки взял градусник. Ну, что, Тёма, смотрите, режет аппетитно. Ой, дымок, ты смотри. Подожди, не режь, не режь, не режь. Не порть кадр, смотрите, дымок. Ах, песня. Я надеюсь, что вам видно, ребята. Это дым выходит, который накоптился, да, получается? Вот для этого ты говорил, чтобы оно отлежало. Дым и пар. Она горячая. Ей бы дать отстояться, чтобы она остыла. Она, когда схватится и будет вообще красна. Потому что, видишь, она еще молодая, так сказать, и разваливается. Если она схватится, тогда будет бомбель. Но не хочу я столько ждать. Не хочу. Но я хочу поесть вкусненького и завалиться спать. Все, ребята, сейчас, короче, кушаем. Приятного аппетита, кто тоже кушает. И будем ложиться спать, так сказать. Первая уже полноценная ночевка, когда землянка кое-как обустроена. Кстати, пишите в комментарии, что, по вашему мнению, еще стоит добавить в землянки. Конечно же, да, ребята, еще будет куча мелких работ доделываться здесь. Но, как бы, чего не хватает? Вот, например, я понимаю, что нам сейчас стульчиков не хватает. Потому что в узи кровати держать стол неудобно. То есть, чего нам еще не хватает? Пишите в комменты. А с вами был, ребята, Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока.